Сейчас надо все забыть, вот совсем-совсем все забыть. И, знаете, когда человек приходит в институт учиться, очень часто на первых же лекциях ему говорят, вот, вы пришли учиться на первый курс нашего замечательного института, все забудьте, чему вас учили там на физике в школе, сейчас у вас начинается настоящий серьезный университетский курс. Это правда. И то же самое на математике. Забудьте все, чему вас учили в школе, сейчас мы вам расскажем настоящий и замечательный университетский курс. И это тоже правда. И там действительно все рассказывают, заново и так далее. Маленькие проблемы. Почему-то есть какие-то экзамены. И почему-то они на самом деле не хотят брать тех, кто из детского сада, а обязательно требуют, чтобы человек в школе выучился и так далее. Так вот, с одной стороны, вы сейчас должны забыть все, что было только что. А с другой стороны, все-таки немножко в какой-то момент вдруг надо будет вспомнить. Итак, задача. Автомобильная стоянка представляет собой места, пронумерованные слева направо натуральными числыми. Ну, например, стоянка на пять машин выглядит вот таким вот образом. здесь, естественно, едут номера, здесь есть такие вот разметочные линии, да? Автомобиль. Да, здесь вот такой, не знаю, какой-то барьерчик, который нельзя. Автомобиль заряжает на эту стоянку справа, справа, и у водителя есть его любимое место. То место, на которое он хочет поставить машину. Он едет до этого места. Если оно свободно, то машину туда ставит, и все хорошо. Если же оно занято, то он едет дальше и ставит на ближайшее свободное место. Если же все места дальше заняты, то он едет сюда, ну, дальше можете себе глянуть какие-нибудь страсти, да? Представьте, что здесь вот обрыв на километрах вниз. Или представьте, что здесь живет какой-нибудь там ужасный паук. Или наоборот, считайте, что все хорошо, и просто он тогда уехал с этой стоянки, не знаю, там, в курсетные путешествия. В общем, в любом случае считается, что тогда не удалось поставить машину на стоянку. Рассмотрим какой-нибудь пример. Представьте себе, что были люди, которые хотели встать на четвертое, третье, четвертое, пятое и второе. Давайте вот их обозначим, эти машины, А, Б, С, Д, Е. Как они тогда на самом деле встанут? Машина А встанет на четвертое место. Идеально. Машина Б хотела встать на третье место и встанет. Машина С хотела встать на четвертое место, но туда не пускают. И на третье даже не пускают, значит, она встанет сюда. Машина Д встанет на пятое место. Машина Е хотела на второе, но встанет на первое. Ребята, вот пример последовательности. Когда удалось этим машинам встать, это нормальная обстановка. Ни одна из машин не вынуждена уехать из этой стоянки. Теперь давайте пример похуже. Представим себе, что у нас есть пять машин, которые все хотят встать на четвертое место. Сначала будет все хорошо. Одна встанет сюда, следующая сюда, следующая сюда, следующая сюда. А вот самое последнее не получится. Если вы немножко подумаете на эту тему, то вы поймете, что должно быть выполнено следующее правило. Для любого числа К, где К от единицы до Н, количество машин, количество желающих встать на места от 1 до К должно быть не больше. Чем что? Чем К. Конечно. Не больше, чем число К. То есть, на первое место максимум одна машина может желать. Почему? Потому что кто хочет встать на первое место, он же пропускает все остальные, и только после этого начинает с первого места. На второе место или на первое тоже не больше, чем две машины. Потому что они же будут пропускать, если их три, то они после них здесь не станут. Подумаете, то поймете, что если выполнено такое правило, то можно расставить. Объясняю почему. Значит, на Н-1 место желает встать не больше, чем Н-1 машина по нашему условию. Значит, хотя бы одна хочет встать на Н-е место. Отлично. Ставим одну из машин на Н-е место и говорим, что для Н-1, что называется, можно пойду к сочетанию, что задачу мы уже решили. То есть, здесь очень простое условие. Условие вот такое. А сейчас я попрошу вас о следующей самостоятельной работе. Для маленьких чисел. А именно, для числа 1, для числа 2 и для числа 3. Выпишите все, давайте их называть бесконфликтные, все правильные с нашей точки зрения последовательности.